1600 или 2600 долларов, причем чтобы его транслировали в кинотеатрах, Томми Вайсо, главный актер, режиссер, продюсер и сценарист комнаты, заплатил, чтобы фильм могли номинировать на Оскар. Комнату признают худшим фильмом за всю историю кинематографа, и он тоже становится культовым. За рубежом ежегодно проводятся фестивали, где собираются фанаты комнаты и смотрят его на большом экране. «Логосфера» начинает «Носталджия Критика», собственно, от которого я узнал об этом фильме, заканчивая «Пьюдипайм» собирает миллионы просмотров на обзоре этого фильма. Один из главных актеров выпускает книгу по тому, как снимался этот фильм, она становится бестселлером, и по ней уже снял кино Джеймс Франко. Причем Джеймс Франко получает золотой глобус за свою роль, и, скорее всего, будет номинироваться на Оскар. И как же смешно было видеть лица голливудских звезд, когда на сцену вместе с Джеймсом Франко вышел этот самый Томми Вайсо. Но, собственно, в чем кардинальное различие фильма «Зеленый слоник» и «Комната», помимо подхода к съемке, сюжета и прочего? «Зеленый слоник» в рамках «Зеленого слоника» был снят отлично. Настолько натурально, что, когда я впервые увидел отрывок из него, это было видеозапись в ВКонтакте, и видео называлось «Русские офицеры на гоупвахте». Я, будучи пиздюком, реально подумал, что это документальные съемки офицеров на гоупвахте. «Зеленый слоник» снимался как трэш, прославился как трэш и обрел культовый статус фильма трэша. С «Комнатой» немножко другая история. «Комната» снималась как голливудское кино с огромным бюджетом, но в итоге фильм выглядит настолько нелепым, что делает его просто прекрасным. Томми Вайсо сравнивает себя с Теннесси Уильямсом, как сценариста. Томми Вайсо сравнивает себя с Джеймсом Дином и Марлоном Брандо, как актера. Но что самое смешное, Томми Вайсо их полная противоположность. Касаемо таланта, касаемо умению что-либо делать, будь то это написание сценария, режиссура, актерство, продюсерство, потому что он нелепейшим образом распоряжался бюджетом. К примеру, фильм снимали на две камеры, на пленочную и на цифровую, что было просто бессмысленно. Томми Вайсо утверждал, что он родился и вырос в Новом Орлеане, но при этом его акцент полностью выдает в нем жителя какой-то Восточной Европы. Причем непонятно, какой именно из стран. Поэтому лучше название для фильма, чем «Горе творец», Линкен Симпсон просто выбрать не мог. И если честно, я давно не получал такого удовольствия от фильма. Обычно, когда я иду на какой-либо новый фильм, я ожидаю, что я от него что-то получу и чаще всего остаюсь разочарованным. Но вот тут то, чего я ожидал, я в итоге и получил. Прекрасно рассказанную историю самого необычного успеха, наверное, в Голливуде. Большому сожалению, сам фильм в России не будет прокатываться, потому что тема чрезвычайно узкая. И о самом фильме, скорее всего, знают люди, которые посматривают PewDiePie или смотрели Носталджио Критика. Но, с другой стороны, здравая часть говорит о том, что фильм в дубляже, именно этот смотреть, было бы просто бессмысленно. По той причине, что акцент Томми Вайсо, то, как он строит предложение, и то, как его охуительно отыграл Батчерс Хэт, оно просто-напросто утонет в дубляже или в озвучке какой-либо. Поэтому смотрите с субтитрами. Если как-то подытоживать ролик, хочется сказать, что благодаря фильму «Горе творец» я поверю в магию, в магию кино. Ты можешь учиться в лучшей нью-йоркской школе кинематографа. Ты можешь прочитать тысячу книг по сценариям. Но все равно у тебя не получится создать великий фильм или великий сценарий. Но при этом, когда ты все делаешь неправильно, у тебя может что-то получиться. Я понимаю, что я, возможно, описываю максимально топорно итоговую мысль, но я, богом клянусь, я два часа пытался ее придумать, но я никак не мог ее сформулировать. Вот примерно то, что я хотел сказать. Не знаю, эмоции сильны от этого фильма. Искренне я давно не получал такое удовольствие от фильмов. Я посмотрел этот фильм вчера, но я до сих пор хожу-бражу и только о нем и думаю. Настолько мне этот кинчик понравился. Поэтому я рекомендую вам его, искренне рекомендую заценить. На этом все, дорогие друзья. С вами был Кузьма Гридин. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Оставляйте комментарии те, кто видел этот фильм. Поделитесь своими впечатлениями. Не забудьте жмякнуть на колокольчик, чтобы получать оповещения о всех новых видео. На этом все. До свидания.